Ветеран Иван Донецков жалуется на то, что купленная им квартира по президентской программе в поселке Суко оказалась слишком холодной, и он ею и сейчас не пользуется. Месяц я там прожил, в январе-феврале, и как раз морозы были, и в это время отключили свет. Так я плиткой там обогревался, я сильно простыл. После этого два месяца я в Краснодаре в госпитале еле-еле нет. Мне негде жить. Я сейчас живу у сына в саманном доме. Ну хорошо, я подумаю, что можно сделать. Хорошо? Вы ждите ответ. Мы вам дадим письменный ответ. Специалисты мои. Хорошо? Ну я думаю, положительно будет. Я не знаю, не готово сказать. Не придется мне обращаться туда. Может и придется. Или Ткачеву, или Путина. Может быть и придется. Но лучше, чтобы вы своей властью, Сергей Павлович. У меня власть тоже имеет границы. Но это да. Я за них выходить не буду. Владимир Миронов, президент Федерации зимнего плавания Кубани, предложил совместно поработать над развитием этого довольно экстремального вида спорта в Анапе. Мэр курорта считает необходимым перед созданием базы для зимнего плавания внимательно оценить все риски для детей и родителей. И при температуре воды 8 градусов я должен быть уверен, что это не вредит его здоровью. Мы бы хотели. Поэтому я запрещал проведение одних единственных соревнований в должности работы главы. Это конкурс с естественными препятствиями детских, всероссийских соревнований у себя на базе конно-спортивного комплекса. Я не дал провести эти соревнования. Это метрового диаметра бревна, через которые не препятствия, которые рушатся, когда лошадь их трогает на армию, а метрового диаметра бревна, естественные кустарники и дети до 15 лет. Ну я примерно представляю последствия, если лошадь не перепрыгнет, не дай бог, это бревно. Поэтому я запрещал. И вот я примерно сейчас сижу и думаю, аналогию провожу. 8 градусов воды прыгать ребенку неподготовленному. То есть мы должны начать с ноля. Давайте так, Владимир Федорович, вы мне письменно напишите, что я должен сделать, хорошо? Вопросов нет. Прием главы сегодня продолжался 3 часа. За это время были подняты вопросы улучшения жилищных условий ветеранов, многодетных семей, сирот, темы капитального ремонта многоквартирных домов, борьбы с самовольным строительством, судебных споров с работодателями. По каждому из 24 обращений будет дан ответ. Вадим Родин, Анапа, регион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова